Депутаты Ивановской городской думы приехали в Богданиху посмотреть очистные канализационные сооружения. В 2017 году на водоканале завершился первый этап реконструкции, в ходе которой установили метантенки для переработки осадков сточных вод. Теперь их объем снизился на 40%, а биогаз, полученный в результате процесса вгниения и брожения, на газогенераторных установках перерабатывают в тепловую и электроэнергию, которую предприятие использует на собственные нужды. Причем потребность тепловой энергии здесь закрывают практически на 100%. Этот проект реализован полностью на деньги Европейского банка, то есть и деньги невозвратные, то есть возвращать их не придется. Объем средств 1,3 млрд рублей, 300 млн было потрачено на установку приборов учета общедомовых в городе Иванове. И 1 млрд создана вот эта вот система выработки метана из отходов и переработки ее в тепловое и электроэнергию. На очереди второй дорогостоящий этап реконструкции. Его планируют осуществить за счет средств Международного банка. На этот раз предстоит модернизировать узел биологической очистки стоков, из которого вода попадает в обыдь. Эти сооружения находятся в практически аварийном состоянии. Износ их очень велик. Построены они более 40 лет назад. Железобетонные конструкции, как вы видите, находятся в неудовлетворительном состоянии. Также технологическое оборудование, которое находится внутри, уже и морально, и физически имеет большой износ. Первый этап модернизации решил серьезные проблемы по утилизации осадка, возникающего в результате очистки стоков. Сэкономленные средства предприятие теперь может направлять на дальнейшую реконструкцию. Я очень рад, что депутаты нашего города нашли время и ознакомились с состоянием исправления очистных сооружений канализации. Надеюсь, что это будет полезно при рассмотрении вопросов, связанных с обращением водоканала в ваши адресы. В ближайшее время планируется заключить контракт с победителем конкурсных торгов. Предполагается, что работы во втором этапе реконструкции очистных сооружений начнутся во втором квартале этого года, а завершатся уже в 2020. В итоге предприятие сможет производить глубокую очистку стоков в соответствии со всеми экологическими требованиями. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.